Да, ну хорошо. Ну, эпизод с Форосом, конечно, это ключевой, можно считать роковой, по крайней мере, мы об этом знаем теперь уже задним числом. Ну, сам Горбачев считает, что, конечно, уехать из Москвы в это время было ошибкой. Он не раз тоже говорил, что, в общем, он поплатился за некоторую самонадеянность, потому что он считал, что главное сделано. После того, как ему удалось добиться согласия большинства республиканских лидеров на текст нового союзного договора, включая Ельцина, что было совсем непросто. Потому что до последнего Ельцин что-то бурчал по поводу того, что, так сказать, России недостаточно, ее центральная роль подчеркнута или соблюдена. И Горбачеву пришлось его окончательно уговаривать уже из Фороса звонком, когда Ельцин выразил неудовольствие тем, что он, как президент России, должен будет размещаться за столом республиканских секретарей по алфавиту, а не на центральном месте, как он считал, это положено российскому президенту. Но Горбачев придумал такую уловку. Он сказал, что да, ты будешь сидеть по алфавиту, но камеры будут поставлены таким образом, что ты окажешься как бы в центре всего вот этого круга республиканских секретарей. И на этом, значит, и порешили, Ельцин подтвердил, что готов действительно подписать этот договор. После этого, собственно, как они, во-первых, заключили в Новое Горево, все парафировали, можно считать, это союзный договор, договорились о подписании на 20 августа. Он считал, что дело сделано. Больше того, накануне отъезда они в его резиденции Нового Горевской с Ельцином и Зарбаевым уже довольно предметно начали обсуждать и структуру, и состав, и даже персональных кандидатов на новые должности вот в этой структуре нового союзного государства. Ну, что тоже оказалось роковым, потому что этот разговор подслушали те, кто поняли, что они потеряют свои места и свою работу, и, собственно, с этого и началась форсированная подготовка Путча. Так что уехать в это время, это значило было подарить возможность вот этой кучке Путчистов заняться уже чисто организационными делами.